всем привет сегодня поговорим о том как улучшить квартиру от застройщика как сделать в ней удобную планировку буквально легкими штрихами это же к фу ю друзья в городе екатеринбург я иван безруков специально для вас сегодня показываю рассказываю как так сказать следите за руками да что называется сделать планировку удобной но прежде чем мы начнем прошу вас подписаться на мой телеграм-канал интерьерные встречи каждую среду мы говорим о дизайне в прямом эфире там вы можете задавать вопросы общаться ну и вообще напитываться полезной интересной информации все что касается дизайна интерьера и так перед нами вот такая двухкомнатная квартира общее пространство есть одна комната и другая что хорошо они друг от друга разделены как раз таки кухни-гостиной есть две ванны и 1 даже находится в спальне делая ее таким образом мастер спальни на себя обращает внимание конечно гардероб вот этот вот гардероб спальни которые спальню делает мастер спальни минус заключается в том что это гардероб такой малюсенький что ну больше он похож на кладовку конечно чем на гардероб но что есть то есть и хорошо что есть поэтому работаем с тем что есть вот такой каламбур получился заходя в квартиру мы видим небольшой шкаф буквально два метра небольшое пространство причем тут же из прихожей попадаем в ванную комнату здесь же из прихожей вид в спальню что кстати не очень хорошо потому что любой входящий при открытой двери видит кто там на кровати лежит например ну то есть как бы мне бы это не понравилось например идем дальше кухня-гостиная опять какой-то вот какой-то дурацкой изломанной формы вот непонятно зачем вот почему так любят делать вот эти всех углов понаделать чтобы потом мебель было непонятно как поставить чтобы все вот углы потом знаете обдирались там обои отклеивались на этих углах но то есть вот зачем это делать берите пример из наших предков вот они делали правильной формы прямоугольник квадрат все красиво смотрелось мебель здорово расставлялась а сейчас вот не пойми что что это за современная архитектура ну ладно что-то я за причитался до дальше выход в спальню прямо из столовой кстати говоря стол далеко от кухни стоит кухня не очень большая на самом деле но зато есть балкон балкон это конечно наше все вообще вот хотя без балкона не обойтись по правилам пожарной безопасности там в 57 этажном доме там должны быть балкон и потому что если вдруг пожар то мы забегаем на балкон и якобы там ждем пока все выгорит и нас пожарники спасут потому что там на 20 какой-то этаж хрен там ты куда денешься все сиди жди пока там кто-нибудь приедет и а потом сиди и думать дотянется ли до тебя лестница или нет двадцатый этаж и даже пипец просто ну ладно опять отчета за причитался да и так что получилось из этой квартиры а надо сказать про хозяев этой квартиры это семья три человека мама папа и дочь дочь вот возможно появится еще ребенок но это возможно и когда непонятно так что пока имеем ввиду что один ребятенок в прихожей ничего я не меняю потому что поменять невозможно шкаф дальше не сдвинуть здесь коммуникации то есть в эту сторону шкаф подвинуть невозможно оставляем его там так как есть увеличить в сторону гостиной его тоже невозможно иначе он перекроет вход в эту самую гостиную получается что шкаф остается таким какой он есть то есть изменить нельзя увеличить ванную тоже нельзя но с другой стороны зачем в принципе влезла стандартная ванна раковина и унитаз единственная конфигурацию поменял и убрал отсюда стиральную машину никогда не ставьте стиральные машины в ванну это просто катастрофа нельзя так делать никогда все убрал получилось красивое расположение все по осям все здорово значит единственная плюшка которую я здесь добавил я сделал узкий шкаф вдоль стены 20 сантиметров глубиной внизу идут коммуникации а сверху шкафчики открываются и это много хранения для всякой фигни которую мы с вами храним в ванной вот она прям нужно вход в детскую детскую комнату как ни странно тоже не изменить меньше ее не сделать потому что дверной проем станет совсем мелким то есть ну не как вот увеличить тоже ни к чему во первых проем обужается которые в гостиную ведет ну и делать больше детскую для того чтобы уменьшить кухню гостиную тоже ни к чему это я называю знаете вот когда композицию рисуешь как узнать что композиция хорошая а это когда ничего не прибавить ничего не убавить понимаете здесь ничего не не пап не подвинуть не прибавить не убавить тот застройщик молодец прямо все выжил как мог это стёп был если что дальше значит кухня гостиной я убираю балкон и меняю конфигурацию расстановку мебели делаю по-другому кухонный гарнитур оставляет там где есть но добавляю остров как я уже говорил остров это очень классная штуковина это такая семейная скрепа если хотите вокруг которой собирается семья все вместе готовят ну и маме тоже удобно готовить во первых все рядом во вторых она как бы лицом к людям понимаете они спиной что у нас напротив острова диван большой диван где три человека запросто садятся и смотрят телевизор опять этот телевизор зачем телевизор читайте книжки товарищи мы стали мало читать вот все в телевизор в этот зачем он вообще нужен короче выкинуть его поставить камин ну ладно в нашем варианте все-таки это телевизор телевизор за диваном это стол стол круглый стол он специально круглый и специально стулья по диагонали зачем чтобы сэкономить место если стул поставить вот так и вот так они один упирается в диван другой упирается в стеллаж стеллаж который я поставил кстати говоря это дополнительное хранение это можно поставить красивые какие штуковины вазы книжки коллекции в общем что хотите или например там чайно-кофейную зону устроить но в общем вариантов много возвращаемся к столу он круглый это значит нет углов а раз нет углов значит наши бедра спасены не бьемся об них понимаете и синяков нет вот девушки не любят синяков поэтому делаем как я сказал и будет все хорошо круглый стол стулья по диагонали вот и сидя за столом мы еще можем и телевизор смотреть то есть раз уж случилась такая казе телевизор в квартире то есть сделаем так чтобы было удобно смотреть отовсюду ну и конечно же все это по осям располагается все как нам завещал уральский фэн-шуй все вот прям вот все как надо зачем это нужно так сделать затем что это в последующем позволяет сделать красивый дизайн в каком бы стиле он не был хоть минимализм хоть функционализм хоть классика хоть как ставьте симметрично ставьте по осям и дизайн у вас случится вот практически сам собой вот но чтобы точно с гарантией обращайтесь к нам мы дизайн вам сделаем просто конфетка да как это говорят восточные люди друзья у нас осталась спальня спальня тоже практически ничего не поменялось немножечко сдвинулся дверной проем кровать напротив комод еще удалось в эту спальню поставить рабочий стол ну потому что сейчас вот такая вот реалия работаем из дома понимаете аутсорс там как это называется не знаю удаленка но короче нужно рабочее место как вариант как вариант рабочее место можно убрать поставить макияжный столик а рабочее место переместить вот сюда в стеллаж стеллаж и превратить его часть этого стеллара в такой знаете секретер у которого так вот дверка так пумс отпадывает на уровне столешницы и там рабочее место поработал кстати стульчик вот от стола сразу же придвинули от обеденного поработали все закрыли и как будто ничего и не было стульчик обратно поставили все красиво все зашибись и рабочее место есть как бы и стул не надо лишний покупать вот все удобно прямо писать и до каких мелочей тонкости я продумываю планировки этаж вот прям не додумаешься вот а бы а вот а вот я вот такое додумываю в спальне возвращаемся в спальню там где рабочее место здесь остается вход в гардеробную опять шкаф глубокий глубокий шкаф это 60 сантиметров под плечики под плечики чтобы мы могли платье пиджаки аккуратно повесить напротив у нас есть стеллаж узенький там очень удобно располагаются вещи в сложенном виде например футболки кофты трусы носки майки лифчики а да о чем это я значит что-то понесло но что делать у каждого есть эти вещи и их не избежать нужно где-то хранить в глубоких шкафах неудобно в узких самое то так вот узкий шкаф достаточно 40 сантиметров можно и 30 кстати говоря но 40 поудобнее будет в общем узкий 40 глубокий 60 и между шкафами нужно оставлять проем ну хотя бы 90 сантиметров вообще мы и 80 даже делали но это совсем уже тет тесно тесно это буквально вот зайти вот взять и выйти вот но а нормальный размер между шкафами это метр метров все-таки если метр вы выдержите это уже более менее метр двадцать это хорошо прям вот вот хорошо а метр пятьдесят это прям еще кайф это прям уже гардеробная настоящая вот ну что у нас в ванной ванной душевая вдоль всей стены это большая просторно это прям хорошо это удобно это комфортно можно в душевую поставить табуреточку присесть там педикюрчик сделать там не знаю пяточки потереть пензой кто любит вот ну и вообще это удобно то есть не все время стоим стоя стоять а вот можно посидеть вот место позволяет вот потому что грамотная планировка все продумано унитаз и раковина разумеется само собой вот но вот как то так друзья такая получилась планировка буквально несколько штрихов и вот пространство заиграла новыми красками что называется напишите в комментариях каких бы вы красок добавили конечно же поставьте лайк на колокольчик обязательно нажмите прямо в колокол надо бить конечно друзьям распространять видео но и на канал подписаться прямо сейчас да вот прям сейчас надо перейти и подписаться на канал друзья нам нужны подписчики понимаете подписываемся на канал и до новых встреч до новых встреч друзья всем пока да пребудет с вами муза